всем привет с вами канал все про android и сегодня речь пойдет о приложении которое называется floating apps думаю что для многих это приложение не будет открытием но все-таки я решил сделать небольшой обзор хотел сделать его на планшете но поскольку планшет сейчас в ремонте то вот установил данное приложение на свой смартфон у меня на lg есть уже подобное приложение от производителя но думаю что владельцам многим планшетов или там с большой диагональю или смартфона с большой диагональю данное приложение все-таки окажется полезным итак после установки приложения мы попадаем в главное окно в главном окне есть приложения которые могут быть показаны во всплывающем окошке и к сожалению вот эту вот возможность и добавить личное приложение нельзя данной версии но есть модуль экспозит о нем я расскажу после обзора вот именно floating apps покажу как модуль экспозит работает ну а здесь открыв приложение изначально лучше всего перейти в настройки и настроить данное приложение под свои возможности особенно внимание рекомендовал бы вот данному подпункту floating menu что делает это floating menu она позволяет вам создать вот такой вот панель сбоку и добавить сюда приложение вот видите что я добавил приложение личное но к сожалению но не открывается в окошке а открывается в полном своем размере как я уже говорил что в плавающем окне можно выбрать только приложение которые добавлены в саму программу приложений множество их можно сконфигурировать то есть вынести ярлыки для определенных приложений то есть нажав вот на значок шестереночки настройки можно показывать данное приложение на панели уведомлений если оно открытое показывать как обычное приложение в лаунчере то есть если вы поставите здесь галочку у вас появится ярлычок добавить ярлык на рабочий экран и показывать во всплывающем меню то есть о чем я говорил вот в этом боковом всплывающем меню в общем то настройки по основному окошку приложения они на этом и заканчивается то есть для любого приложения которое есть уже в программе вы можете сделать такие настройки подраздел мои приложения вот сожалению создать приложение виджета у меня данная настройка падает но как я понял я пробовал на другом смартфончике то есть то же самое вы когда выберете создать приложение виджета у вас откроются виджеты которые установлены на вашем смартфоне и вы сможете создать данное приложение но тоже будет показываться плавающем окошке не будет выполнять все действия которые выполняет виджет при нажатии на него создать приложение url адреса но здесь я проэкспериментировал создал приложение url адреса то есть можно добавить название добавить адрес и все это дело будет отображаться в плавающем окошке вот как это будет выглядеть то есть готовый url адрес который вы забьете будет показываться вот в таком вот всплывающем окошке сейчас я его закрою видите что не сейчас но вот так это все дело будет выглядеть и всплывающее окно с определенным url адресом далее по настройкам как я уже говорил именно всплывающие меню настройка всплывающего меню вот этого вот она может изменяться то есть показывать справа или слева полную высоту возможность есть настроить прозрачность и прозрачность фона и в этом же в этой же подкладочке можно добавить приложение чтобы она отображалась во всплывающем меню любое приложение из списков сейчас я добавил вот приложение от world of tanks add up убираем assistant и ищем это приложение необходимо на нем поставить галочку и приложение должно вот он увидите что появилась в этом славающем меню но опять таки скажу что он открывается в полном окне и не дает возможности просматривать вот в таком вот маленьком всплывающем окошке ну в общем это не сказал бы такой не недостаток а как вы понимаете что добиться чтобы все приложения показывали со всплывающим окне необходим рут поэтому вот именно это и сделано в модуле для экспозит а сейчас я просто покажу как все вот это вот дело у нас работает и что можно сделать с данным приложением я воспользуюсь панелькой то есть сейчас я выберу вот видео плеер выберем какое-то видео и продемонстрируем вот такое вот я видео на камеру было снято уберу звук все великолепненько работает по со встроенным видео плеером вы в процессе можете согласитесь что очень удобно открывать браузер вот сейчас я вот искал информацию то есть все прекрасно работает идет воспроизведение есть возможность настраивать величину данного окошка сейчас я сверну браузер чтобы убедились что все это дело четко работает величину данного окна можно окно свернуть то есть она будет активно и вот это вот задать место расположения вот этого свернутого окошка то есть при нажатии на свернутое окошко вы сможете восстановить то есть очень удобная функция сворачивание отсюда же идет закрытие и в процессе конечно можете здесь вот есть настройка прозрачности данного окна и задать позиции для текущего плавающего окошка очень удобно еще какие допустим браузер все также открывается давайте какой-нибудь адрес зададим я уже в принципе задавал то есть видите что активно есть возможность задавать все это дело в браузере работать в этом же всплывающем окошке и сохранять его настройки прозрачность разворачивать поделиться там расшарить возможность есть все великолепно работает окна сворачивается закрывается можно если вам не нужно это окошко закрыть чем приложение на мой взгляд великолепно справляется с своими функциями то есть нажали и получаете все что вам необходимо из как я уже сказал приложений которые предлагает автор но поскольку здесь приложение масса то есть основные приложения которыми бы вы пользовались вынесены и добавлены в данном вот под меню именно в подменю приложений то все я думаю набора вот именно этих приложений будет достаточно для того чтобы работать на планшетах или смартфонах с большим дисплеем а сейчас я перейду для владельцев устройств которые имеют рут да как я уже не помню сказал или нет что данное приложение работает без права рут доступа поэтому вот именно чтобы добавить свое приложение сейчас я перейду к модулю экспозит который уже позволит открывать любые приложения в плавающем окошке из приложений которые предустановлены на вашем андроид устройстве сейчас вот я установил x hello floating window на смартфончик все кто там пользуется экспозит уже знают как его устанавливать необходимо просто проверить что мой модуль был активен и установлен и я сейчас вот хочу продемонстрировать как все это дело у нас работает после некоторых настроечках о которых я конечно же распространяться не буду потому что настроек здесь масса от настройки перемещения до настроек перемещения экранов границы сектор ну я думаю что поскольку данный модуль на русском языке то никаких проблем не возникнет запуском и использование данного модуля кому будет интересно добавлять любые приложения в плавающие окна тот установив модуль получит возможность использовать данный модуль на всю катушку вот так это все выглядит в модуле то есть открывается приложение окошечко активно и можно пользоваться на свое усмотрение то есть все настройки все работает великолепно видите что для mx player я установил и все четенько работает то есть если вы захотите использовать не только приложение которое вам предлагает программка а использовать свои приложения то установив данный модуль вы получите такую возможность на этом буду заканчивать подписывайтесь на канал оставляйте комментарии до новых встреч